В средней школе имени Крупской дети замерзают на уроках. С таким сообщением в редакцию нашего телеканала обратились жители города Жаркента, Алма-Атинской области. Почему в разгар зимы в учебном заведении возникла проблема с отоплением и как ее решают? В этом пытались разобраться наши корреспонденты. Холодно. Холодно было? Одеты и были? Да, только сидели. У Рихимя Масимовой двое детей учатся в школе имени Крупской. До Нового года от холода школьникам здесь вообще невозможно было находиться. Температура в учебных классах поднималась не выше 10 градусов. В итоге в канун наступления праздника ее дети заболели. С проблемой возмущенным родителям пришлось обратиться в редакцию нашего телеканала. Вот наша котельная. У нее график работы заканчивается в 6 часов вечера. И до 6 утра температура ночью опускается. Именно ночью наступают холода. А наша котельная отапливается, прекращает в 6 часов вечера. И до 6 утра, да, в 6.30 там начинается она. До 6.30 она остывшая. Здание бетонное. Кто здесь виноват, я не знаю. Все сидели одеты, в куртках холодно было. Сейчас после каникул теплее стало. Раньше углем здание отапливали. В школе тепло было. А как подключили к жидкому топливу, проблема с теплом началась. Экономят, а дети страдают. Экономить действительно приходится, говорит директор школы Зинадбубиньязова. Здание почти в 5,5 тысяч квадратных метров построено 40 лет назад. На каждый квадрат выделяется 10 литров печного топлива. Этот лимит давно утвержден. К тому же при проведении два года назад капитального ремонта школы в проектно-сметную документацию не вошла реконструкция системы отопления. Лимит школы составляет 53 192 литра, который не предусматривает круглосуточную топку школы. В холодные периоды мы можем отопить от 10 до 12 часов. Каникулярное время по 5 часов. Выделенный лимит не хватает на полный период отопительного сезона. С 15 октября по 15 апреля. Мы создали комиссию. Сейчас, несмотря на лимит, отапливаем школу круглосуточно. На закуп сфер лимита жидкого топлива рассматриваем выделение дополнительных денежных средств. Я думаю, проблем не будет. Сейчас, по словам родителей, руководство школы в классах тепло. Уже убрали со стен плесень и сырость. Ну а чтобы в следующий зимний сезон проблем с теплом не было, по словам руководителя районного отдела Турара Костеева, уже решено в пилотном проекте подключить учебное заведение к газовому отоплению. Хабар, 24, Алматинская область.